приветствую всех на своем канале хочу вам сегодня рассказать про свои котлеи эти котлеи я купила как реанимашки они были без корней полностью их посадила по поверхности горшка и прижала камни чтобы они не падали вот прижала вот такими вот штучками и они за лето вот так у меня разрослись я здесь три вида посадила в один горшок так как корней не было теперь мне нужно рассадить в разные горшочки посмотреть как они разрослись правда их кто-то поел хорошо вот это гусеница например тут скрутились листочки это неважно она должна отойти вот у него стихо вот крепкий ростик вести молодой я хочу я сегодня пересадить вместе с вами и посмотреть какая наросла корневая система так как ну по поверхности вот так смотреть непонятно видно что там наросло что-то вот здесь много вот бульбочек наросло сейчас увеличим но хотелось бы подробно рассмотреть все и увидеть каждый ее росточек сейчас клубничка запутал не могу повернуть горшок здесь клубника у меня ампельная растет в свисающем горшочке это цветет она красными цветами и дает на вот этих усиках урожай но сегодня котлее и так приступим к разборке и пересадки этого прекрасного растения если у меня белоснежная котлея вот с вот этой палочкой она так пахнет ароматно нацвела у меня хорошо и еще два вида котлея я решила это все делать на улице так как очень удобно на я мыть не буду здесь была кора прям сюда высыплю выложу корни котлеи свои аккуратненько так перевернул горшочек она должна вы так она у меня росла смотрите на дне керамзит и сверху кора для орхидеи просто сильно мокро это как я ее полила шлангом и она намокла этот вид котлей посмотрите корень не дал но дал молоденький росточек два росточка видите а корень не дал вообще почему не знаю а вот один корешочек вот этого тоже не было было полностью одна резома вот это чистая пустая и ничего такого не было в этой котлее я их посажу отдельно и буду наблюдать за ними ухаживать но резома плотная хорошая так что вот эти два росточка они пойдут в рост сейчас будем пересаживать пересаживать их буду обыкновенные горшки от орхидеи хочу в прозрачную посадить так как уж видно было корневую систему посмотрим второй экземплярчик просто интересно росточки наросли а корней ох ох они как-то скрепились у меня а это дала корни пострите какие корни у нее белые и мох я сверху прикрывала мхом 1 получается котлейка плохо себя чувствовала эти обе хорошие запутались между собой это вообще огромная это белая огромная а вот это вот не помню по моему сиреневая между сколько она тоже нарастила корней корни не было абсолютно то есть корни начали расти где в том слою где я мхом прикрывала ведь и ниже они не пошли здесь обломалась наверно придется поделить сделать две котлейки эти наш сама просится обломалась она будет 2 а это делить я не буду просто посажу сейчас у горшочек смотрите какая она прекрасно растения вот это вот молодая котлея цветет с молодых бульб старые бульбы просто отдают силы а молодые бульбы они в рост пускают корневая хорошего не наросла посмотреть если наросла корневая теперь начнут расти листочки но они так связаны такой по природе у них видите какие молодые корешочки не такие как орхидеи фаленопсис они другие не более плотные такие как червячки какие-то другие корешочки хорошие берем вазончик я возьму этот же субстрат которые росла это котлея зачем менять если она нормально себя чувствовала хорошо смотрите как я ее буду сажать вот эта часть старая это можно поставить ближе к горшку она растет как ступенькой получается выше выше и выше молодая часть она внизу остается вот это я потом обрежу секатором сейчас пока не буду обрезать вот видите ростик надо же разобраться хорошо до конца чтобы все было понятно вот эта бульба уже пустая ее можно обрезать вот это чехольчик надо снять а чехольчики снимаются для того чтобы под чехольчиками не заводились всякие насекомые типа мучнистого червеца и трепсики кто-то мучнистый листья которые поедают наши орхидеи видите какая красивая молоденькая бульбочка садим так я поставила теперь беру обувь а что это такое у меня кита смотрите если кто знает что это произошло я уже не буду сажать в эту землю в эту кору посмотрите какие-то шарики что-то такое не знаю это какие-то яйца что ли понятно возьму другую кору не хочу я с яйцами этот керамзит ой слезняк видите смотрите что обнаружила внутри в горшке был слезняк посмотрите какой жирный толстый слезняк это она живое смотрите вот это она и отложила яйца слезняк это равлик павлик вот видите выставить рожки вот это были яйца слезняка теперь я хочу посадить чтобы не пересохли корешочки они очень хорошем состоянии посадить свою котлею легонечко ничего особенного в посадке нет просто придерживаем листочки и прикрываем верхнюю часть корешочка в ее глубоко сажать не нужно так как котлея резома должна находиться на поверхности почвы если мы ее заглубим она пропадет я беру вот этот мох который был это мох из лесу и по бокам вот так укладываю мох все одна котлея уже посажена будем ждать от нее новых ростиков и дальнейшего цветения в отдельном горшке это все таки хорошо эту маленький посажу горшочек таким же образом ничего сложного садим аккуратненько и сверху добавляем мох так как я заметила что когда был добавлен мох в том месте где был мох корни намного лучше наросли чем просто в коре для орхидей значит она любит немножко порасти между посадку котлеи вот 3 клейки я высадила а еще одну мне нужно посадить куда я посадить тот же горшочек я не хочу так как он слишком большой мне на ли на зиму заносить все цветы и будет занимать очень много места сюда я могу три фаленопсиса вставить спокойно на дно керамзита сверху три горшочка свалено и будет очень хорошо смотреть или ту самую котлейку так раз три горшочка рядышком поставила и тоже будет хорошо но эту большую тоже надо посадить я достала старый керамзит помыла я все делаю на улице на уличных условиях так что стерильности пока никакой но я потом пролью это все продезинфицирую средствами покажу какими теперь я в этот керамзит все керамзита вот немного пены стекла теперь сверху и теперь мне нужно уложить мою котлею с вот этими так видите у нее корни есть но они не сильно большие смотреть как хорошо стала котлейка замечательный теперь я посыплю еще коры сверху она не болталась резом а должна быть сверху или не нужно высыпать все больше коры у меня нет наверное больше не нужен теперь я возьму обложу ее мхом это мох из лесу прошлогодний я в прошлом году собирала в лесу у меня есть видео какой мох я собираю если кому интересно кто поедет в лес обязательно набирайте этого мха посмотрите мое видео и узнаете какое где он произрастает он растет сосновом лесу там где я и кору набираю вот такая получилась посадочка у меня получилось посадочка закрытую систему ну я очень довольна попробую как она будет расти это котлейка когда она зацветет пока еще теплые денечки я ее оставлю на улице так как она привыкла к уличным условиям все лето с ранней весны я их вынесла на улицу у меня было три котлейки 4 теперь 4 я этому очень рада конечно пускать цветут и радует меня но я не думала что они все оживут примутся ну как видите все получилось орхидеи вообще живучие верно вот таких поставлю лучше так как будет очень это вот сейчас под деревья отнесу и вот я отнесла под дерево под крону дерева пусть она себе стоит так как была пересадочка чтобы ничего не случилось солнечные лучи что не повредили здесь защита от ветра вокруг стенки и защита от солнышка сегодня поливать не буду так как влажно все полью завтра все оставайтесь на моем канале будет очень много интересного всем удачи всем пока